Всем привет дорогие друзья, с вами Руслан Шакиров, сегодня у нас дебютный комментаторский матч, так скажем, я сегодня буду комментировать четвертый тур Лиги Европы, Саутгемптон против Парижского Гранда, Парижского, так скажем, денежного мешка ПСЖ. Ну не в обиду, конечно, этому величайшему и сильнейшему клубу Франции. Вот, это мой, так скажем, дебют, вот, поэтому, конечно же, приветствуется ваша критика в конце моего комментирования. Ну и вот, давайте перейдем, ну, сначала я предположу, кто может победить. Саутгемптон играет очень жестко, очень плотно и очень, ну, в очень агрессивный футбол. Как ПСЖ играет, я, конечно же, еще не знаю. Скоро будет у нас, возможно, тур и я, соответственно говоря, узнаю. Вот, но предположу, что будет борьба в центре поля, очень агрессивная. Будет очень много атак у Саутгемптона и, конечно же, ПСЖ во главе с МВП Неймарой и Микавани, они, конечно же, затащат. Возможно. Ну и все, давайте перейдем к составам. Я не понимаю, зачем читают составы, ведь все и так понятно, но раз уж такая традиция на то пошло, я все-таки прочту. Саутгемптон играет со схемой 4-3-3 на воротах, а, в воротах, потому что на воротах сидят птицы, а в воротах голкипер. Вот, в воротах вермер и предупрежу, что я могу неправильно как-то читать фамилии футболистов, не обижайтесь, если что. 4 центральных защитника, Гордос, Ибрахим Конате, Йошида и Ромеро. Очень странно, без крайних защитников именно тренер Саутгемптона сделал их всех центральными. Опорник Брэдли, 2 атакующих полузащитника Тадич и Лемина, 2 нападающих Абила и Халлер, и правый вингер Янг, видимо Эшли Янг. Так, теперь ПСЖ. Здесь не видно, какие позиции, но я буду предполагать. Так, на воротах Ареаля, Тиаго Сильва и Маркиниас в центре защиты, Александр и Йосеф Аталь или Афаль, Ти или Эф, это непонятно тут, они по краям, защиты крайние. Нандес опорник, Неймар атакующий полузащитник и Мэдисон, видимо, центральный полузащитник. Мбапе, Вилсон и Кавани в нападении, Мбапе и Вилсон вингере, а Кавани, по-видимому, в нападении. Всё, давайте не будем тянуть ничего и ни за что, и погнали смотреть этот великолепный матч четвёртого тура Лиги Европы, групповой этап, напомню вам. ПСЖ на Хастут сегодня у нас. Сразу же Кавани на Неймара и Вилсон, какой быстрый Вилсон, и сразу же нарушение правил идёт, Мэдисон будет подавать этот штрафной куда-нибудь до Мбапе, и здесь Мбапе ошибается. И уже Таддич разворачивает атаку Саутгемптона, Халлер, вот блестящая передача, Абилла и, видимо, хастует вроде бы тренер ПСЖ, но у него какие-то фризы, что очень странно. Или, видимо, записывал тренер Саутгемптона, я могу так предположить только. Вот, Ибрагим Канаты контролирует Мбапе, но всё-таки Мбапе удается прострелить, и Неймару не хватает роста, чтобы пробить по воротам. Им Бапе оставляет одного, ложный замах, подача на Вилсона и Йошида выбивает мяч. Неймар на Кавани, Кавани, ух ты, но здесь вынос, и ПСЖ будет выносить мяч и разворачивает свою атаку, но Мэдисон здесь ошибается, вот немножко деревянненький движок ПС-5, вот, не даёт, так скажем, играть, и поэтому вот там был аут. Тем временем, Лемина, какой рисковый пас, так скажем, перевод, дальний вынос, куда-то туда в небеса, и теперь Неймар, Мбапе, Кильян, подача на Кава, ух ты, вот это вот, будучи тренером Хадрисфилда, приходилось такие голы тоже пропускать, и Кавани здесь блестяще, имея рост всего лишь 184, но всё-таки крепкий корпус, он реализует свой момент. Так, выпрыгнул, как будто рыбка, оп, смотрите, оп, блестяще. ПСЖ ведёт уже на 8-й минуте, но, возможно, сказывается хост, я предположу, что сказывается хост. Вот также опыт из, сейчас, секунду, лонгшот, скорее всего, нет тут. Ну, я вам скажу, ПСЖ тоже не сладко приходится, но, в общем, эти соперники стоят друг друга, потому что Антон Кассан, тренер ПСЖ, он находится на первом месте и имеет 18 очков, а тренер Саутгемптона находится на третьем месте и имеет 23 или 24 очка. Но, учитывая то, что во Франции меньше туров, можно сделать умозаключение, что эти соперники, в принципе, равны. Вот, поэтому, я думаю, ещё не всё потеряно для Саутгемптона, тем более, смотрите, как он борется, но всё-таки Мэндисон разворачивает эту атаку и Кавани ошибается. Думаю, здесь будет, да, штрафной, тут, наверное, Неймар будет пробивать. Неймар! Но, видимо, перекрутил мяч и по вратарям. Да, кстати, вот, видимо, всё-таки сказывается хост. У меня у самого были такие моменты, когда, например, бьют тебе по воротам, и вратарь вроде бы мог и дотянуться до мяча, но сама анимация вратаря, например, раз и фриз. И, то есть, как бы мяч двигается нормально, а сам вратарь залагал. Ну, бывали такие моменты, ну, что ж тут. Это, не знаю, может быть, как-то сервер можно там усилить, не знаю. А может быть, это связано с самими роутерами, которые раздают Wi-Fi. Но лучше, конечно, через кабель играть. Так, ну всё, мы тут отвлеклись, тут Абилла атакует. Очень быстрый игрок, но Маркиниас своим корпусом оттесняет его на Нандес. На Мэдисона. И тут нам БП бы дать пас, но Кассано решает по-другому себя. Вот так проявить и, видимо, теряет мяч. Александр. Мэдисон. Мэдисон. На Неймара. Ну и здесь какая-то странная передача от Неймара. Мы же знаем, как он играет во Франции. Очень круто. Всех туда-сюда вертит, крутит. А вот с Аутгемтоном уже, ну, с такой мощной командой из АПЛ у него возникают уже проблемы. БП. На Неймара. Неймарзито. И здесь опять штрафной. И, надеюсь, уже Неймар попытается реализовать свои моменты. Передача на МБП. Тут скидка на Эрнандеса. Вилсон. Вилсон. И здесь Йошида оказывается первым на мяче. Эшли Янг. Серия финтов. Но в итоге мяч у ПСЖ и Вилсон. И в итоге мяч у Саутгемтона. Лемина разворачивает атаку на Абилу. Абила. Ну, тут уже очень сложно будет что-то придумать. Но кроме навеса или там, вот, вот, да, наши любимые развороты. Здесь, скорее всего, будет навес, потому что Маркиниос, да, навес. И безуспешный, потому что он был очень слаб. Нужно было посильнее хотя бы сделать. Лемина. Лемина. Ух ты, как на мяче быстро. Ну, тут развернуться нужно. И, к сожалению, не получается у тренера Шаутгемтона реализовать данный шикарнейший момент. Просто шикарнейший. Ромеро на Мбапеху. Мбапешка. Ух, и хотел пробивать уже лунгшот. Там можно было забивать опять Мбапе. Но его очень хорошо опекают. Тренер Шаутгемтона был проинформирован, что Мбапе один из лучших и сильнейших игроков мира. Поэтому вот такая очень плотная опека. Уже очень широко стал играть в ПСЖ. И вот эта вот ширина и неточные пассы дают о себе знать. Но... Да, дают о себе знать. Но все-таки исправляется ПСЖ. Идет в свою атаку. Неймар. И Неймар неточный пасс. Точнее, точный. Но Брэдли перекрыл данную передачу. Что-то пока... Не вижу жесткости. Ну, такой, знаете, грубой игры. Ну, по делу грубо, естественно. Когда не дают играть от Саутгемтона. Вот. Ну, я лично не ощущаю. Возможно, он там пыхтит, старается. Но я не ощущаю. Не знаю. Не чувствуется. Я же сам не играю. А только комментирую. Нандес будет выносить нам БП. Мбапе тут его опекают. Просто вообще не знаю. Но пытается ПСЖ. И у него это... У этого клуба хорошо получается выходить из-под опеки. Ковани. На Мбапе. Вот это передача. Но Мбапе тут немножко ошибся. И... Можно было же забивать. Уилсон. Мбапе. Дайте мне Мбапе в анже в аренду, пожалуйста. Неймар. И тут можно забивать. Но передержал Неймар мяч. И здесь ненужный ложный замах. Можно было забивать. Но Неймар еще прошел пару метров. И там уже все. Эпизод был отыгран. Вот. Иногда лучше бить, чем доигрывать до конца. А иногда лучше разыграть нормально. И не лонгшотить. Неймар. Открыто все. Давай, решай. Но... Голкипер Саутгейм-то великолепен. Неймар будет, скорее всего, навешивать на... Там Мэдисон. На Мэдисон. И Мэдисона съели. Александр. Тут на финте нет. Тут нужно было другой финт использовать. И уже там в девятку заряжать. Нандес. Подкат. Подкат. Неймар. И... Очень хорошо в обороне играет Саутгейм-то. Вот уже пошли подкаты в ход. Сороковая минута уже. Но счет все-таки 1-0. Но я говорю, игра в основном... Так скажем, без центра поля идет. И Лемина будет... А нет, Тадич. Тадич со слевой ноги. И над перекладиной пролетает этот мяч. Тадич, кстати, неплох. Он мне в АПЛ такие голы забивал. Ну, нет, не такие. А был там один гол. Просто прошел. Пробросил на ход. И метров с 35 шарахнул. Просто я был в шоке. Вот. И... После таких голов, конечно же, руки опускаться и играть дальше. Вот. Неймар Зито пытался прессинговать. Но тут АПЛО. Ух ты, Янг! Нужно решать этот момент. Ну, зачем эта передача? Можно было же просто забить. Я говорю, вот, ненужные... Ненужные... Ну, конечно же, вы скажете. Ну, вот ты там на 15-м месте во Франции. Что ты там говоришь? Зачем? Пусть они сами знают, что делают. Ну, мало ли вдруг. Вот. Но я же вижу все-таки, как нужно было. Ну, понятно, когда уже все прошло, уже понятно, как нужно было сделать, чтобы вот это бы совершилось. Так. А когда играешь, это сложнее. Вот еще один фризик. Фризик. Видимо, у Саутгемптона... Я вот так предполагаю, что именно тренер Саутгемптона снимает, записывает, да? А хост у... Тренера ПСЖ, у Касана Антона. Потому что, ну, когда твой хост и лагает, это бывает очень редко. Вот. Ну, заканчивается у нас первый тайм. Давайте перейдем к... Не будем никого тянуть ни за что. Ух ты, вот красиво, красиво, да. Давайте. Статистику смотрели они? Мне вот интересно. Никаких... Так, давайте. Во-первых, Преимущество небольшое во владении мячом. ПСЖ очень... Ну, так скажем... В общем, Саутгемптон напоминает меня в хадере, когда мне не давали играть, но я пытался контролировать мяч и создавать свои атаки. Вот. И вот здесь ПСЖ играет что-то вроде бы или мякишево, что ли, могу так предположить. Вот. И не дает тренеру Саутгемптона создавать свои моменты. И бьет сам. То есть 7 ударов против одного и 3 в створ против нуля. Ну, штрафные удары здесь ничего не могут показать нам. Угловые тоже, скорее всего. Ну, вот с углового был забит... А, нет, с подачи я перепутал. А вот угловые здесь, к сожалению, не решили исход битвы. И толерантная игра. Более-менее культурная. Ноль желтых и красных карточек. А в сайтов тоже по нулям. Ну, все. Давайте. Может быть, тренер ПСЖ предпримет какие-нибудь замены. Я не знаю, чтобы еще забить больше углов. Так. Ну, я не знаю. Давайте предпримем вот такое действие. И посмотрим. Все-таки какие-то замены он делает. Но мы сейчас увидим это. В начале матча. И все, да? Нет, еще не все. Еще хочет замены какие-то сделать. Тренер ПСЖ. Все. Давайте предполагаем, кто победит. Кстати, вот мяч красивый. Это, по-моему, сезон 2005-2006, если я не ошибаюсь. Но тогда мне было всего три года. Поэтому я не знаю. Но красивый мяч на самом деле. Там еще красная версия была такого мяча. Вместо голубого. Вместо синего. Ариолян. Спокойно нужно выйти из-под опеки Эшли Янга. Александр. Здесь можно не бежать. Да, вот такой вот замах странненький. Разворот-замах. Ну, тут Александр, конечно же, первый на мяче. Маркиниус. Ой-ой-ой. Вот не ошибиться бы Маркиниусу. И вот, вот уже пошли первые нарушения. Агрессивные, потому что Саутгемптон хочет забить гол. И хочет это, я так предполагаю, сделать побыстрее. Просто побыстрее забить гол. И поэтому у него уже там, видимо, нервы вскипели. И все. Ну, блестящий пас, но все-таки два защитника опекают Хеллера. Хеллера. Тадич. Тадич. Да вот там можно было на фланг отдать, на Абилу. Ну, зачем? Возможности клавиатуры в PS5, конечно же, не безграничны. Тадич. Прессингует Эрнандеса. Родринь, видимо, да? Если правильно прочитал. Александр. Нейморзито. Там Баппе, да, Баппешка. Давай. Ух ты, подача и Кавани, но там вынос от защитника Саутгемптона. Верати. Вот такой вот небольшой пробросик через себя. И этот проброс может закончиться плохо для PSG, но все-таки все обошлось. Александр. На Эрнандеса. Эрнандес. Вот там забегание на Баппе. Но Баппе тут сам придумает, сам на скорости. Я, если честно, не знаю, какая скорость, но, возможно, больше, чем 90+. Вот. И... Да нет. По-моему, не видно. Но, мне кажется, больше, чем 90+. Скорее всего. Вот такая передача на... Родри... Родругу. Родругу. Не Родриго, а Родругу. Но есть такой Родриго. В Севиле играет, если не ошибаюсь. В Валенсии сейчас. Ариавля, здесь не ошибиться, главное, а то отскокить какую-нибудь об спину и гол. Вот Неймар. Не знаю, почему он использует Неймара на атакующем полузащитнике, но, видимо, ему виднее, потому что он против Саутгемптона ведет 1-0. Вот такая передачка, но завершателя, так скажем, этой передачи не нашлось. Маркиниус на Абилу. Халлер. Вот такая стеночка хорошая, но здесь нужно было еще какой-нибудь Финт может придумать. И тогда, может быть, там уже и гол был бы. Мбаппе. Кильян. Тут, скорее всего, навес будет или... Да, навес на Кавани забить. Ну, к сожалению, а может быть, к счастью, но смотря для кого, для ПСЖ или для Саутгемптона, мяч не был забит. Маркиниус. Ну, в принципе, на самом-то деле соперники играют более-менее равно, но ПСЖ больше играет как первый номер, а... Ну, подразумевая под первым номером, что больше атакует именно позиционно. А вторым номером подразумевая то, что Неймар забивать такое надо, но опять передержал. Ну, что такое? А Неймар, видимо, вот... Неймар. А вторым номером я предполагаю, что это на контратаках там. Но вот здесь можно создать позиционно атаку, конечно же, ну, когда из ворот. А так на контрах только. Вот. Выносить будет ПСЖ. Так вот, я перерывчик возьму, секунду. ПСЖ хочет поменять свою тактику, видимо. Оттянуть немножко. Так, подождите, он что сделал? Оттянул, видимо, да? Немножко назад оттянуть, чтобы... Ну, уже он понимает, что, скорее всего, он победит, и ему нужно счет удержать. Главное счет удержать, и он, своих опорников, и вообще, в принципе, всех игроков своей команды, вот именно полузащиту больше, ближе к защите делает. И чтобы у опорников защита была хайт. То есть, самая такая, ух... Ну, то есть, ближе к защитникам. И при атаке Саутгемптона защитники, я так предполагаю, будут больше возвращаться оборону, нежели чем атакующий полузащитник и нападающий с вингами. Ну, давайте продолжим уже матч. Да, да, я так понимаю, мы уже сейчас... Так, я перепутал, ребят, ребят. Это сейчас был не PSG, а Саутгемптон. Вот. Ну что, погнали. Да, видимо, снимает тренер Саутгемптона, я так и предполагал. Вот замена, выходит у нас Боуфал Софьян вместо Лемины в Копа Мундиалях 80-го года, если не ошибаюсь, Родругу. Ну, давайте будем его назвать Родриго, все-таки. Или Бразилица, давайте Бразилица. Ну, уже как бы конец матча, поэтому... Смысла нет, будем Родрагу называть. Здесь плохая передача от Муапе. Буфал Софьян развивает атаку и не хватает точности в передачах у Саутгемптона. Нужно поспокойнее все-таки действовать, мне кажется. И... И Родрагу атакует опять эти развороты. И Кавани тут забивать надо такое. Ну, можно было какой-нибудь финт сделать, я не знаю. Вот, видите, мы не знаем, что может произойти. Вот, можно было сделать какой-нибудь оп-оп-финт и уже потом завершать. Вот, и там только уже вратарь бы мог спасти, если бы спас. Тадич. Хайлер. И здесь упускает Хайлер мяч на скорости, видимо, и не получается у него правильно атаковать. Родрагу. Ну, тут, конечно же, разворотов никаких не будет. Вот такая стеночка небольшая. И тут, скорее всего, навес. И там тренер Саутгемптона двигает вратаря. Я помню. Ух ты, Нейморзито. Но тут, к сожалению, не точно он пробил. Я помню, то ли я разыгрывал. И он всегда смещал вратаря, чтобы вратарь перехватывал мяч еще. Ну, чтобы, в общем, не дать пробить головой сопернику. Потому что тут есть такой скрипт. Видимо, я так предполагаю, что если вратарь уж вышел из ворот, то он 100%, ну, вот здесь как-то неаккуратно Билла сыграл, то он 100% заберет этот мяч в руки. И никакой там высоченный игрок его головой не столкнет. Ну, например, вот FIFA 19, я так, я, по-моему, видел. Можно так сделать, просто столкнул вратаря. Ну, это, видимо, баг такой, по сути-то. А вот такой скрипт здесь так нельзя делать. Мбаппе. Его просто, этого атлета, никак не сломить. Здесь, наверное, да, ложный замах, вот это все дела. Ух ты, Родриго, ну как так? Ну, конечно же, слету я сам по себе знаю, тяжело бить. Но я же не профессиональный футболист. Даже не любитель, можно так сказать. А для Родриго, я думал, это не стоит труда, а просто ножку подставить и гол. Но, видимо, это сложновато даже для профессионального футболиста. Ух ты, вот халер, можно вот здесь просто, можно просто пробить. Но это не FIFA 4 Mobile, где можно подкрутить мяч, а просто плотным ударом пробить. И, к сожалению, мимо Ариоля понимать, что таким пасом не нужно бить и выносить. Ну, в таким смысле, просто низом пробить в ближнего игрока. Все, в общем, обило. Обило. Вы понимаете, сейчас мог быть просто гол от рикошета. И все. Эрнандес, Кавани, на Мбаппе. Ну, здесь Мбаппе должен улетать, но я не знаю, как-нибудь пробросить, что ли. Вот как-то так, чтобы улететь от защитника. Но немножко странная тактика у Антона Кассана. Не знаю, я по сути-то тоже тактика к себе. Вот. Но каких-то жестких комбинационных действий я не заметил по ходу игры. Ну, были там неплохие моменты. Иродрайго, передача какая-нибудь. И Кавани на подсосе, если так можно выразиться, забивает гол. Бомбит у Саутгемптона. И, конечно же, ПСЖ реализует такие моменты Кавани. Ну, зачем прощать? Ну, как бы можно было и простить, и не забивать. Но зачем, если есть такой шанс? Понимаете, о чем я? А то вдруг там какая-нибудь шальная залетит, и ничья, и все. Очки нужно получать все-таки, чтобы пробиться дальше. Мбаппе. Мбаппе. Сразу двух обошел. Ну, пробрось мяч, пробрось, пробрось. Вот, вот все, молодец. Хорошо бежит, а забивать будешь? Навес на Кавани, но Кавани, как обычно, не хватает немножко роста. Тут для такой тактики нужен какой-нибудь столб метров по два, и с хорошим прыжком обязательно, чтобы прыжок был хороший. Тогда уже 100% будет гол. В Хадере, кстати, депуаторы можно взять. Хотя он по скиллам так себе и дерево. Уже 88-я минута, я тут говорю-говорю, а счет 2-0 же. И Неймар на Кавани. Там забегание можно сделать на Родриго, но вот они подкаты от Савгетона хорошие пошли. Но предположу, что уже, мне кажется, никаких голов не будет. И вот Верати здесь уже вступил в игру. Он редко вступал в игру в этом матче, я его особо не видел. Вот Тиаго Сильва, кстати, появился. Только заметил. Вот еще раз Верати касается мяча. И здесь опять не точно, видимо, на ход хотел тренер ПСЖ. Вот так вот на ход, оп. А там защитник был на опережении. И в итоге, в итоге, что мы имеем? ПСЖ обыгрывает Саутгентом со счетом 2-0. Поздравляю тренера ПСЖ с победой. И не поздравляю с поражением тренера Саутгентона. Я не знаю, очень хорошо он прибавил на протяжении предыдущего и этого сезонов. Блестяще прибавил. Сейчас на третьем месте. Это вообще просто прекрасно. Я не знаю, дадут ли посмотреть статистику. Давайте помотаем. Я просто очень хотел статистику посмотреть, разобрать. Вот, все. Секунду. Разберем все-таки статистику. Матч Дейтлс. Ну вот, Антон подтвердил то, что он играл именно первым номером. Владение мячом 59% на 41%. Так, теперь удары по воротам. Антон не давал бить в основном Саутгентону, потому что 13 ударов против 4, но это, конечно же, тотальное преимущество. И ударов в створ у Саутгентона вообще не было. А у Антона 7. То есть, пенальти 0. Штрафных ударов 10 против 5, но они никаким образом здесь не фигурировали в итоговом счете. У главы 2 они тоже не фигурировали. Фолов, конечно же, 10 против 5, потому что, когда играешь твоим вторым номером и тебя, ну, так скажем, нагибают и выиграют тебя в счете, то приходится фолить. Сам по себе знаю. Оффсайды 1, но это сказано с тем, что PSG больше атаковало, и, видимо, вот поэтому офсайды. Ну, попал в офсайд случайно, да. Толерантная игра была все-таки. Ну, были какие-то моменты, там, подкаты иногда, но в конечном счете ни травм, ни карточек желтых и красных нету. Ну, вроде бы там зеленая была карточка на поле. Вот, большая такая карта, вот, 100 на 100 примерно. Вот, а желтых и красных не было. Ребят, ну, я думаю, мы с вами будем заканчивать. С вами был Руслан Шакиров. Руслан Шакиров комментировал этот матч. Саутгемптон побеждает PSG. Я уже просто устал, связки болят немножко. PSG побеждает Саутгемптон со счета 2-0. Я думаю, вам понравилось мое комментирование. Конечно же, в первый раз всегда тяжело, сами понимаете. Сами, вот, комментаторы, наверное, сами скажут, подтвердят. Вот, первый раз всегда тяжело. Дальше будет только лучше. Конечно же, критика обязательно, просто обязательно приветствуется. Только, пожалуйста, не пишите, что там фигня, все дела. Лучше напишите, что мне улучшить, чтобы у меня было все вот просто вот топово. Через несколько выпусков уже. Потому что все приобретать с опытом с первого раза никогда не бывает такого, чтобы раз и топовый комментатор, например. В общем, ребят, все. С вами был еще раз Руслан Шакиров. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok